Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Все рады с Кришной. Есть такой парадок, что с одной стороны любой фратики, это вибу, она безгранична, она уже занимает собой все пространство, нет никакого пространства для роста, потому что она уже везде, и в то же время она вечно растет. Как это возможно, что уже ее любовь достигла самых колоссальных пределов и в то же время она продолжает расти? Это Вирудда Дхарма. Гуру Абхигурова Чария Абхигдам. Любовь Радики Гуру, то есть она самая тяжелая. Гуру означает важный, тяжелый, значительный. Несмотря на то, что ее любовь самая главная. У Радики совсем нет никакой гордыни. Преймарасовавья, преймарасоваманда, it's the nature of love, that when there is a loving relationship, then the devotee himself feels, I don't have any love at you. Это Преймарасовавья, она заключается в том, что когда у преданного есть любовь, он чувствует, что в нем нет ни капельки любви. Преймарасовая, преймарасовавья, преймарасы, преймарасовавья, преймарасовавья. В разлуке с Кришной Радика плачет. И Радика говорит, у меня даже нет ни капельки, никакого аромата Любви Кришны. Но Сахи говорит, нет, Радика, мы знаем, что у тебя есть Любовь в Кришне, посмотри, как ты плачешь. Нет, 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 это просто шоу. В чем доказательство? Рыба любит воду. И если рыбу вытащить из воды и оставить ее на берегу, то она просто проживет какие-то несколько моментов и тут же погибнет. Но что делаю я? Кришна ушел в Матуру. И сейчас, без его прекрасного лица, я не вижу, как он играет на флейте, и все еще я живу. Почему? Это доказательство, что у меня нет Любви. Я живу. Моя жизнь бесполезна. Моя прана, everyone loves their прану. Но Радика говорит, а моя прана кусает меня, как насекомая. Возможно, сейчас, когда мы в Индии, у вас есть такой опыт, когда вы ночью пытаетесь уснуть, и над вашим ухом шужат комары. И вам это не нравится, вы хотите прогнать это незначительное существо. Выбав это прану, потом выкопает. Моя жизнь бесполезна. Моя прана есть юстика, и она исправит меня. Моя прана кусает меня, она мешает мне. Почему бы ей не уйти? Но все еще я жива, это доказывает, что у меня нет Любви. Несмотря на то, что Любовь Радики самая важная, самая значительная в мире, она чувствует, что она совсем не важна. И она критикует себя. Апумана, чадора мят, Радика, я не дуратма, я негодяй. Мы дойдем до этого стиха. Люди, сердца которых чисты, очень честные и прямые. Но люди, сердца которых полны лицемерия и нечестны, они очень изворотливы. У них нет никакой простоты в их словах и действиях. Но Свиропога Свами говорит, Но не смотря на то, что Любовь Радики полностью, абсолютно чиста, в то же время она тоже очень изворотлива. Шрила Вишванатха Чакравахдита Кур молится, когда же я стану даси Шримати Радики. И я прекрасным образом украшу Радику от головы до кончиков пальцев. И я поведу ее ночью через лес на встречу с Кришной. И когда мы прибудем в одной кунжу, о которой мы уже договорились. Сангет — это такая кунжа, где уже Радика и Кришна договорились встретиться. Это значит, что Кришна принимает Прасад. И он опирается на одну руку. И одна служанка Радики служит ему. И у них есть секретный код. Вот этот палец указательный означает Прайм Сарова. Этот палец означает Дана Невартана. Этот палец означает Нидуван. Другой палец означает Мизинчик, Сева Кунж. Так что, когда служанка Радика работает мимо Кришны с подносом с людьми, Кришна смотрит на нее и спрашивает, «Я встретишься вот здесь, Радика?» Она показывает Кришне один палец, говорит, «Да». Это называется Сангет. Это намек в такое указание. То есть, когда Радика только-только приближается к этому Сангету. Она тут же оборачивается и идет назад, в обратную сторону, откуда она пришла. И Шрила Вишнанадовна Чаравартида Кур молится, «Когда же я стану служанкой Радики?» И в этот самый день, когда Радика захочет убежать со встречи, я схвачу ее за вуаль и я потяну ее обратно. И я притащу ее силой Кришны. И я почувствую такое ликование, такой экстаз, харшу. И тогда мои уши будут пить негдар критики Радики, когда она будет ругать меня и грозить мне пальцем. О, Калабхи! О, Калабхина! И мне нужно другую репутацию, дайте мне знать, я не знаю, не могу. И я буду пить эту репутацию. И Кришна is watching this whole Натакаму. И Кришна будет исправить все эти надраги. Муху упутить бакримапи сюда. Она любит пиво, но полностью готова. Кстати, она хочет встретиться с Кришной. Почему она уничтожает? Почему она уничтожает? Почему она уничтожает? Она хочет, на самом деле, встретиться с Кришной. Она хочет, на самом деле, встретиться с Кришной. So, all glories to the Anurag, the frame of Shinati Radhika, which is acintya, and inconceivable, even for Christians. So, that Radhika, and that frame of Radhika, it must be expressed in Srimad Bhagavatam. Otherwise, Srimad Bhagavatam would be zero. and Srimad Bhagavatam would be just zero. Because Radhika is Korda Shakti. Because Radhika is Korda Shakti. Without Radhika, it must be zero. It must be proper. With Radhika and Krishna, it must be just zero. It must be proper. So, now we come in. We have been discussing in some days. How Shkudeliko's son is Oh, very, very sweetly placing the Nam-rub-gur-anlila of Radhika throughout his narration in Parakshavad in Hidden Way. When, during Rasavila, Sikh Krishna had refused to accept Rajgopis, he was joking, but outwardly he refused them, and he was sending them home. Then some gopi said, Oh, Krishna, who has eyes like a lotus. flowers. It is an expression of love. Oh, my beloved, whose eyes are beautiful like lotus flowers. How can you blame us, for coming to meet with you? When, when you are so beautiful, you are so attractive, that the souls of your lotus feet would even give Kshana, that means a festival of joy, to Lakshmi Devi, the goddess of fortune. who is so beautiful. And I imagine an artist even though you are very dear to all the residents of the forest. И несмотря на то, что это очень много всех жителей леса, это очень сладкое имиджение, что Государь, которая так опуленна, от которой все древесины хотят получать благословение и получать воскресенье. Эта человек, он оранья-те-на-прессия, он берет удовольствие в игре с животными в лесу. Это очень сладкий опыт из того, что сама даршина древесина, милость которой и его взгляд, которая для всех у Боги, она очень рада, но Бог хочет возможность играть в лесу. Их, the cows, the parrots, the bumblebees, even giving joy, and he exchanges the love with them. И один из животных со всеми животными, здоровыми, сошли и в лесу. So, гопи are saying, you have sent us to go and be with our husbands. Но, когда мы вернемся к вам, мы вернемся к вам. и feel that, в that time, from that moment on, we cannot even stand in the presence of another man, Мы считаем нашу отношение с нашими мужьями как воплот. Мы считаем нашу отношение с нашими мужьями как воплот. Мы считаем нашу отношение с нашими мужьями как воплот. Мы считаем нашу отношение с нашими мужьями как воплот. Мы считаем нашим 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 мужьями как воплот. И они начали танцевать. Но, как мы уже слышали, Радика became Иман, seeing Krishna танцевать с Випакши, антипартия. Но, как вы знаете, Радика и сцена, как Кришна присутствует со всеми Випакши, с Випакши, с Випакши и сцена, с гонкировкой. И поэтому Кришна взял ее оттуда. И Кришна рады любит любить Радика и, afterwards, Кришна был декоратив Радика и декоративом ее с собственным головой. Но, как вы знаете, Радика использовала Иман и Сцена, и сцена сцена с Випакши и сцена с Випакши. Но Радика подумала, «О, мои сакхи, я не видела этого счастливого момента». Кришна слышала, что кто-то придет. Он сказал, что кто-то придет. Но Радика хотела остаться и подождать своих подруг, потому что она хотела, чтобы ее сакхи придет и быть с Кришна также. И Сцена сказала, «Кришна, come with me». Радика сказал, «На пахриям чалетон». «Я cannot take another snack. И Сцена сказал, Продолжение следует... 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 И Дворатмад means, due to being, having the quality of Дворатма, having a wicked heart, Radhika is talking about herself. Шукадем Госвами cannot tell Radharani has a wicked heart. So, Шукадем is parat, and he is just repeating Radharani, saying, I was respected at first, and then I was disrespected, because of my own wickedness. So, he is only repeating her words, exactly. The meaning is this, that Radhika is telling the Sakis, Alas, alas, I am so independent and foolish. Because one of the 25 qualities of Radhika is Sakhi Pranaita Abhašana, that she is controlled by the love of her Sakhis. She doesn't make independent decisions. Whatever she does, she consult first with Leita and Vishaka, and they'll decide. because she is controlled by their love. So, for Radhika to disappear with Krishna, without telling any Sakis, was very out of character. So, Radhika, when she came back into consciousness, she felt great regret, and she was apologizing to her Sakis. Why did I do this? Why did I become independent and selfish? All of you have a hundred times more love for Krishna than me. Why did I let that boy take me alone? He was saying, oh, just come this way, come this way, and I was overjoyed, and I was following him, and before I knew it, then we had left you all behind, and it was too late. And I didn't know where you were. So, Krishna is Dūratma. Krishna is wicked, because even though you love him a hundred times more than me, he's abandoned you, he's abandoned you, he put you in a state of separation, and only took me alone. And I am Dūratma, I am also wicked. But I am Dūratma, and I am also wicked. Because even though Krishna is a prince, but I was ordering him, oh, you should, if you want to go somewhere, you should carry me. And because of this, Abba Manam Chak, now, I have to experience this, the ill fame, this disrespect. So, Vishma, Yama, Paramam, Yaya. When the Sakis heard Radhika's explanation, then they became astonished. They did not accept Radhika's explanation. They said, Oh, Sakiri, it's quite appropriate for Krishna to take you alone. Because actually, you are the most loving, so why not? This is your glory. So, in doing this, Krishna is not wicked. And when the hero has enjoyed the heroine, then according to Rasariti, according to the methodology of rasa, then she came, telling what to do, and he can serve her. This is full of rasa. That means she became Swadina Bhatrika Kanta, and he has become Anukul Nayak, the favorable hero, and the heroine, who has controlled her beloved. So, after loving past times, how you behaved, this is also quite appropriate. So, Krishna was not Duratma, and you were also not Duratma. But how is it, in that moment, when Sikkh Krishna himself should be submissive to you, even though we know that Krishna is most loving, and also Krishna is a Rasikshekha, expert in rasa, but he abandoned you. It's amazing. Vishmayanu Paramahmyayu, and with wide eyes, they were thinking, how could it happen? So, they're astonished, because they understand the recitative. So, in this way, the past times, the discussions of Radhika and Hosakis, about Krishna's personality, and their relationship, they are directly, indirectly, but for those who are Rasik, the experience that Shukhadevna Swami has beautifully described all these things here, manapraktam jamadavat radha valdaba. Then, in the 10th canto, chapter 15, verse 19, there, Shukhadevpa Swami is describing how Krishna is playing in the forest with the cowherd boys. Shukhadevna Swami is playing in the forest, and he is playing in the forest, Yes. If you have Bhagavatam, you can look. Did you find it? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You have to, if you know the verses, then it's more relatable. But if you see, if you don't know, you can see. Shukhadev Swami is saying, evam nigudatma gati svamaya gopatvajatvam charitavidambayam rameram alalitupadupalavoh gramyaisamam gramyavadisha cesthita even in this way, nigudatma gati, nigudatma gati, Krishna's behavior was very hidden. Swamaya, by his own mystical potency. gopatvajatvam charitavidambayam means even though he is he is supreme lord who remeramalalitupadupalavoh whose lotus feet are served by Yakshmidev. So he is supreme lord Narayan himself but gopatvajatvam charitavidambayam he is playing like a boy from a dairy farm. Nesмотря на то, что он сам рекомный господь с тобой, с тобой, с которым он служит Lakshmidev, он играет подобно немецкому мальчику. Vidambayam Vidambayam means pretending, cheating. If anyone sees something, oh, here is one little boy from a dairy farm playing in the forest with his friends but who is he? He is the Parameshiya, supreme lord who is served by Lakshmidev. Любой, кто взглянет на Кришну, поймет, что это простой деревенская мальчика, которая играет над верой со своими друзьями. Но кто на самом деле Parameshiya, Бог и Господь, которому служится младшим дырем. грамбяяи сомам грамбяи сомам means along with other village people. Грам means a village. Нандаграм. So, грамм means a village. So, here, грамбяи сомам, he is playing with other villagers. And his activities are like an ordinary villager. Even though sometimes he is doing activities which are unique to the Supreme Lord. a village boy cannot kill Agassor or Bacassor. It's not possible. So, he is playing like a boy and from time to time he managed some activity that only Supreme Lord could do. So, even though he is a Supreme Lord he is pretending to be a coward boy. This is general meaning. Now we come to the profound meaning. Actually that is quite profound. This is more profound. from the point of view of theology different types of theology it's already more profound than any other theology. But now we're going to it's most confidential meaning. here in a secret way. See Krishna's secret gati or shelter or his goal is atma radharani. The life of our body is atma but the life of our atma is paramatma. But the atma of the atma of our atma is radharani. So Krishna's atma Krishna's soul is only radhika. So go patma jatvam chavithar when he's playing in the forest like a coward boy. Then vidambayan pretending cheating he makes some excuse to escape from the company of the coward boys to have a secret meeting with his atma radharani. And what is he doing there in his Radharamad enjoying loving pastimes with radhika. So rama lalita par pallavo means that general meaning Lakshmi Devi massages his very beautiful feet which are like lotus petals. but rama lalita par pallavo this is in sanskrit samasa compound so the relationship between the words in the compound is not fixed it could be genitive relation can be instrumental relation can be accusative can be so many relations so he rama lalita par pallavo means after enjoying loving pastimes with radhika rama then lalita par pallavo the sikh krishna is massaging radhika's lotus feet while he's hiding secretly away from the covered boys so though his activities are like grammy also means amorous the idea so in this verse you could have go swami though this point in shima bhagota he is it seems that he's describing krishna's pastimes with the coming voice in that he's giving some indication of rada krishna's madhyam lila and means the middle of the day krishna leaves in the morning to take the cows to graze and then his nigoda atmahati secretly leaves the boys and his purpose his refuge this is atva radhika and then he takes great pleasure massaging the lord's feet vital the lord to the radhika bhaya no so got who allowing the prod we don't the good Продолжение следует... 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 Продолжение следует...